Добрый день, дорогие друзья! 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 музыкой? Почему именно саксофон? Почему именно джаз? Ну, вопрос выбора профессии у меня не стоял с первого класса. Дело в том, что я сам родом из Чувашии. Я там учился в специализированной музыкальной школе. Это была школа-интернат. И там с первого класса усиленно, как в лицеях сейчас, тогда не назывался он лицей, сейчас это лицей, да, усиленно занимались именно музыкой. А классы были музыканты, а в классы были художники. И у меня с первого класса были очень сильнейшие педагоги. Соответственно, я школу закончил, училище, высшее учебное заведение с красным дипломом. И у меня были очень сильные педагоги и большое количество практики. Я работал во всех видимых и невидимых коллективах, которые только можно себе представить. Это симфонические оркестры, филармонические, имею в виду, концертные. Театр оперы и балета большой тоже. Соответственно, понимаете, там и оперы, и балеты. Так как я кларнетист, саксофонист, могу работать и там, и там. В дипломе у меня написано, как консультирующий музыкант. Помимо того, что я могу руководить, могу в оркестре работать в любом. Вот, в Рязань я приехал, работал в губернатском симфоническом оркестре, в музыкальном театре. Так как я музыкант всесторонне развитый и уже много лет занимаюсь современными технологиями. Я пишу аранжировки, сочиняю музыку. У меня пишутся очень многие наши певцы, потом вокальные, эстрадные коллективы практически все через меня проходят. Сейчас такая пора настала, что все конкурсы в основном первые туры проходят по записям, поэтому они обращаются. Я делаю записи, естественно, очень хорошо получается. Поэтому клиентов хватает, все с удовольствием и работают со мной. Сочиняю много. У нас даже был проект такой с моим клавишником, моим напарником. Никита Жилнов, один из таких лучших у нас клавишников города. Мы написали даже мюзикл. У нас была мысль к постановке. Сейчас мы над этим работаем. Хотелось бы, конечно, потому что это легенда Евпатии Калавратии, тем более фильм вышел. Такой наш национальный, скажем, рязанский герой. Я уже за столько лет жизнедеятельности в Рязани прикипел к этому региону. Мне он понравился с первого дня посещение этого региона. И, соответственно, такое у нас родилось. Сейчас мы работаем над этим. Ищем, где можно это реализовать. Такой серьезный проект. Ну и это нисколечко не мешает, естественно, работе с оркестром. Так как я сейчас не работаю в оркестрах, занимаюсь только именно своим коллективом. Ну, попутно. Есть еще вокально-инструментальный коллектив, с которым я работаю. Это у нас группа ВАВИ. Благо, нас поддерживает, скажем так, бизнес. Сейчас это модно. В лице предпринимателя очень серьезного в Рязани. Это рязанские измерительные приборы Андрей Курляков. Он покупает нам оборудование очень хорошее, очень качественное. Студия новая. Сейчас скоро запустится на несколько миллионов. Вот. Такой очень, скажем, творческий тандем бизнеса и творчества. Вот. Он сам очень любит разнообразную музыку. В разных стилях играю. Вот. Музыканты очень сильные. В городе я знаю практически всех музыкантов. Со многими переработал. Хочу подчеркнуть, что музыканты очень хорошие. С ними приятно иметь дело. Приятно работать. И в плане человеческих качеств я легко нахожу с ними общий язык. Просто мне с ними нравится работать. И они, соответственно, очень отзывчивые, очень понятливые. В музыке очень хорошо подкованы. Трудностей практически не возникает у нас в творчестве. Субтитры создавал DimaTorzok Вот. Вы сейчас рассказали, что вы как бы звукорежиссером еще работаете. Тогда вопрос такой. Вот. Как вам кажется историческое развитие вот блюз, джаз, рок-н-ролл? Вот. И к чему вот идет современная эстрадная музыка? Ну, в принципе, джазовая музыка. Может быть, таким вопросом задавались. Вот интересно послушать ваше мнение. Мое мнение здесь простое. Если начать копать глубоко, начиная от классики, так как я по образованию классический музыкант. И с 13 лет я уже работал в биг-бенде. И мне знакомо и то, и это. Я хочу сказать, что в плане истории человечества вообще, если копнуть очень глубоко, все помнят имена именно музыкантов. Ну, если для примера взять правителей, никто же не помнит, кто был правителем, Барминабаха, там, Гендаля, правильно? Но помнят музыкантов. Соответственно, то же самое касается и оркестровой музыки. Будут их помнить всегда. И она бессмертна, я бы сказал, потому что сейчас неспроста же переигрывают очень много или делают там ремейки, переделывают песни известные, которые на самом деле звучали еще в 30-х, 20-х годах нашего прошлого столетия. Мы сами их много играем. Очень интересные, кстати, оркестровки. Конечно, многие их не слышали. Мне хотелось бы, чтобы в этом городе они прозвучали. И я думаю, что тенденция идет к тому, что постепенно электронная музыка, она будет как-то вот плавно внедряться в живые оркестры, в симфонические, в эстрадные, эстрадно-джазовые, чистые биг-бенды, там, дикселенды. Сейчас электронная музыка, она как бы начинает просто обволакивать эту музыку, потому что сольный инструмент, он остается незаменимым, его нельзя ничем заменить. В плане звукорежиссура могу сказать, что саксофон нельзя нарисовать, невозможно скрипку имитировать, невозможно там кларнет, так как я сам это записываю. Вот, недавно даже себе трубу вот приобрел, сейчас на трубе тоже играю, чтобы знать, насколько трудно это моим трубачам приходится. Мне нравится, инструмент очень хороший, уже использовал записи для себя, так как приходится много записывать для музыкантов города, которые обращаются ко мне на звукозаписи. Вот, я все эти инструменты использую в записи, соответственно, там, ну, духовые практически все. На дудуке я тоже играю, на записи использую, всякие глиняные окарины, потому что они очень красиво звучат, там, в современном фолк-роке каком-нибудь. Вот. Так что, я думаю, тенденция, в принципе, очень правильная и очень хорошая. Электронная музыка, она просто сейчас как бы входит в эту канву. Несмотря на то, что сейчас кажущееся засилие молодежной музыки, на самом деле это не так. Просто молодежь ее очень активно продвигает, и они имеют на это полное право. Но на самом деле профессиональную музыку невозможно и нельзя вытеснить. Она всегда будет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот как раз, раз вы упомянули о молодежи, вот вы играете все-таки джаз, да? Вы говорите, вот приходят к нам ветераны, мы играем для них песни. Да, конечно, конечно. А вот молодежь как воспринимает, вот по вашим ощущениям, как она относится к джазу сегодня? Я могу сказать, что молодежь заводится зачастую даже быстрее взрослых людей. Они просто не слышали этой музыки, и когда они приходят и слышат это вживую, и они, соответственно, реагируют, это видно сразу по аплодисментам, по крикам браво. Вот мы выступали в октябре, раз в пять-шесть пришлось оркестр поднимать на бис, потому что публике это очень нравится. И в том числе и молодежи. Просто они не слышали, и, в принципе, наверное, негде послушать. В городе это один-единственный, наверное, коллектив именно вот такого джазового направления, биг-бендового, есть, конечно, у нас и другие замечательные коллективы, и диксельенды. Тем не менее, когда играет полный состав, когда такие пачки звучат, трубы, тромбоны, это настолько эффектно воздействует на людей, что они по-любому реагируют. Здесь не бывает таких вот неизаинтересованных глаз и лиц. Субтитры создавал DimaTorzok В коллективе не столько много молодежи, многие возрасти. Для меня, как понятие молодежь в оркестре, это там 30 лет, чуть больше 25, скажем, 27. У нас есть и старше. Анатолий Анатольевич ему вообще за 70. Тем не менее, он играет ведущие партии, трубач, солист. Все в порядке. И дает форму молодым еще. Еще говорит, как нужно играть. Я работал в Чебоксарах с сильными духовиками. У нас вот трубач был, это был первой трубой Олега Лунстрома, Николай Иванов, очень сильный трубач. Я привык к сильным духовикам. Это у нас сильная школа. Я сам лауреат международних духовых конкурсов. Из Чувашии вышло очень много духовиков известных. Габаист, вот Анатолий Любимов, он на весь мир известен. Галкин, тромбонист, Сокмаров, тубист, много таких музыкантов сильных. Здесь, в принципе, то же самое. Очень хорошие музыканты, духовики, скосфонисты мои коллеги. Я практически со всеми с ними работал. Великолепные музыканты. Это Долгишев, Дима, кого мы Митц называем у нас в Рязани. Для него это очень привычно. Не по фамилии, а именно вот как скосфонисты, как Митц мы его знаем. Ваня Цепарков очень хороший скосфонист. Вот Максим у меня работает скосфонист. Ильяс скосфонист хороший. Недавно пришел к нам скосфонист, совсем недавно. Его зовут Руслан, он в группе Парнас. Играет на скософоне, тоже очень хороший скосфонист. У нас духовики сильные. Это я сужу по тем, скажем, затраченному времени на репетиции и, соответственно, результат. Вот на днях мы выступали, директор, в общем, было приятно, подошел. Говорит, Сережа, очень спасибо большое. Оркестр звучало великолепно. Очень тихо, грамотно, несмотря на то, что очень большое количество людей, мы умеем играть аккуратно, вкусно и красиво. Ну, что называется, о творческих планах, в каких-то фестивалях, конкурсах будете принимать участие? Вообще, хотелось бы, я в силу того, что разносторонние музыканты, да, выступаю просто как скосфонисты, допустим, со звездами эстрады, шансона, во всяких стилях, потому как приходится и часто их записывать. И поэтому узнаю, где какие фестивали проходят. Вот недавно в Пушкине выступали, узнал, что там фестивали, там братья джазовые, джазмены проводят. Хотелось бы туда съездить. Наш барабанщик говорил, что вот в Туле есть тоже хороший фестиваль. Есть мысль туда съездить. Ну, естественно, все это упирается в финансирование, потому что, насколько я знаю, в области в этом плане получше. В городе финансирование немножко поменьше объем. Это заметно по приобретению инструментов, по такой материально-технической базе, потому что я же работал в оркестрах, я же вижу, где, что, сколько покупается. Ну, в основном мы все сами играем на своих инструментах. Поэтому на фестивале, конечно, есть мечта поехать. Но будем надеяться, что все это у нас в будущем. Мы поедем обязательно. Вот сейчас заявка была подана в Сочи съездить. Не знаю, если она пройдет. Конечно, мы с удовольствием съездим. Покажем свои возможности. У нас великолепная программа, интересная. От ретро до современности есть все. Нам не стыдно вообще выступать на любых площадках. И мы, я знаю, что не ударим лицом в грязь. Коллектив очень хороший. Ну, на сегодня на этом все. У нас в гостях был Сергей Николаевич Востров. Это художественный руководитель джазово-эстрадного коллектива «Сити Бэнд». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»